Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Эта неделя будет насыщена на макроэкономические события, буквально по всем регионам. То есть, если на прошлом мы фокусировались на американском долларе, то сейчас будет возможность обратить внимание и на другие финансовые инструменты. Это не говоря еще о том, что сквозь все эти фундаментальные релизы будет идти тема геополитики, за которой мы тоже продолжим следить. И мы сейчас об этом поговорим, тем более вы за минувшие выходные могли убедиться действительно в последствиях возможного, вероятного и активного участия Ирана в конфликте на Ближнем Востоке. Что касается макроэкономических данных, то, во-первых, ждем сегодня в 12.30 по GMT, роничные продажи в США. Я надеюсь то, что на фоне последних данных по инфляции, которые и являются следствием того, что растет потребительская активность, вы уже заранее сделали выводы о том, что роничные продажи могут быть очень сильными. То есть, еще один важный макроэкономический отчет из США может оказать потенциально дополнительную поддержку доллару. Хотя американская валюта может быть в этой дополнительной статистической поддержке сейчас и не нуждаются, учитывая то, что индекс доллара уже забрался выше 150 и вплотную подобрался к сопротивлению в 106 пунктов. Завтра очень много данных из Китая, ВВП Китая, промышленное производство и роничные продажи. Эта статистика напрямую повлияет на роничные настроения, но, возможно, еще больше повлияет на рынок нефти, потому что обычно мы сопоставляем динамику нефтяного рынка бренда WTI с тем, что происходит с Китаем, потому что Китай остается одним из основных, если не основным потребителем углеводородов в мире. Также завтра выйдут данные по инфляции в Канаде. Напомню, что пара доллар канадец еще составляет часть нашего инвестиционного портфеля. И ранее мы уже заработали на росте этого валютного инструмента, этого дуэта финансовых активов. Но предположили, что из-за риторики Банка Канады, из-за того, что нефть может ремансировать сюрпризы, развить нисходящую динамику, да и на фоне укрепления доллара, у этого инструмента есть еще потенциал для роста. И, в принципе, он по-прежнему сохраняется. В среду нас будут ожидать данные по инфляции в Англии и инфляции в еврозоне. Также в среду состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. В четверг первичные заявки на пособие по безработице и выступление представителя американского регулятора Рафаэля Бостича. Напомню, что Бостич отличился еще пару недель назад комментарием еще до того, как вышли данные по инфляции в США о том, что американский регулятор лишен возможностей и оснований для агрессивного снижения процентной ставки в этом году. Может отличиться только лишь одним снижением под конец этого года. Ну, в данном случае он выступил вроде оракула, потому что после данных по инфляции в США, основного индекса потребительских цен, промышленной инфляции, буквально все участники рынка, многие инвестдома пришли к выводу о том, что действительно американский регулятор пересмотрит планы относительно темпов снижения ключевой процентной ставки, очень сильно скорректирует вот эти амбиции о том, чтобы снизить ставку два или три раза в этом году. И что касается пятничной статистики, это снова данные замки, роничные продажи. То есть очень много британской статистики по фунту мы еще не достали до нашей цели 1,25, хотя, точнее, мы ставили цель еще ниже планки поддержки 1,25. Ну, сейчас как раз мы находимся на уровне 1,2460, но я считаю, что по фунту как раз есть возможность посидеть еще далее в коротких сделках, позициях и дожать эту валютную пару, друзья, до цели 1,22. Это вполне нормальный ориентир. И может ли эта неделя быть достаточной, чтобы британская валюта сходила туда? Я бы сказал, что, наверное, 200-250 пунктов за неделю, это очень много. Но 100-150 пунктов с учетом тех релизов, которые мы с вами ожидаем, пара фунт-доллар легко может пройти. Теперь по порядку. Индекс доллара, как я уже отметил, торгуется на отметке 105.77. Еще раз, на этих выходных тема номер один – это участие Ирана в конфликте на Ближнем Востоке. Но, слава богу, пока что дело дошло лишь до демонстрации силы. Иран показал свою мощь, весь мир в этом убедился. И самое главное теперь, чтобы Израиль сделал правильные выводы. Но на данный момент мы можем точно сказать, что эти выводы сделаны, потому что эскалации конфликта дальше не последовало. И нормальный человек сейчас, рассуждая на эту тему, тоже, конечно же, ожидает, что на этом пока что все и закончится. И мы не будем говорить о том, что этот конфликт выйдет на совершенно новый масштаб географии. В этот конфликт будет вовлечено все большее количество стран и вообще весь Ближний Восток окажется в огне. Это сейчас совершенно не нужно. Очень надеюсь на то, что через какое-то время вообще появятся признаки деэскалации, напряженности. И больше не будет никакой демонстрации силы. И в конечном счете все придет к какому-то конструктивному диалогу. И открытие сегодня, опять же, рынков в понедельник, учитывая то, что эскалации не последовало, доказывает то, что рынок покажется спокоен. Но эта тема должна быть безусловным напоминанием того, что если все пойдет по пути сценарию негативному, то то, что было с рынком криптовалют, например, агрессивной распродажи, точно такая же волатильность может накрыть и традиционные финансовые рынки. Я вас призываю, друзья, сейчас даже несмотря на то, что мы уже обозначили какие-то миротворческие порывы, все-таки нужно понимать, что каждая торговая идея, сделка сейчас должна строиться с учетом, да, основы и опоры на традиционный фундаментальный фонд, но и с оглядкой на геополитику. Индекс доллара вкратце. 105.77 – это еще не предел. Доллар продолжит расти, потому что у доллара есть хорошая фундаментальная база. Это рост инфляции, индекс потребительских цен до 3,5%, промышленная инфляция до 2,1%. Десятилетний трежерис, который сейчас на многомесячных максимумах 4,55% по эталонам, наверное, облигациям США – это тоже попутный ветер для американского доллара. Геополитика, спрос на защитный доллар. Комментарии представителей американского регулятора из последних, стоит отметить выступление Уильямса и Баркина. Мы их не разбирали, потому что они не голосующие на американского регулятора, но их риторика точно такая же, как и у тех представителей, которых мы раньше анализировали о том, что сейчас условия такие, что американскому регулятору лучше просто ничего не делать, потому что нет доказательств дезинфляции в американской экономике. Мы это знаем. Чтобы не повторяться по отдельным тезисам представителей Федрезерва, которые были, может быть, одним из основных драйверов укрепления доллара на прошлой неделе, я хочу сделать отсылку на прогноз Bank of America, который вторит прогнозу Deutsche Bank. Ну, вроде бы, как они делали отсылку на то, что мы согласны с коллегами из Deutsche Bank. О том, что после данных по инфляции нужно пересмотреть ожидания по количеству снижений ставки в США в этом году. И если Bank of America и Deutsche Bank буквально два месяца назад прогнозировали три снижения ключевой процентной ставки, то сейчас их прогноз предполагает всего лишь одно снижение. И причем это снижение может произойти в декабре, но даже декабрьское снижение под вопросом. Мы раньше с вами ждали, что это может произойти в июне. Инвестбанки считают, что это произойдет в лучшем случае в конце этого года. И это должно позволять нам сделать тоже определенные выводы относительно того, что, может быть, мы недооцениваем потенциал роста доллара, и американская валюта может забраться сильно выше 106, 107 и даже 108 пунктов. В общем, пока что длинные позиции приоритетей. Будем следить за новостным фоном. Золото 2356 долларов за тройскую унцию. Рыничный сантимент 50 на 50. Пока новых сделок и рекомендаций нет. Вот до сих пор я ищу хорошую точку, но входа. Я думаю, что те из вас, кто тоже сидит за золотом, понимают, с чем связана вот эта нерешительность с моей стороны, чтобы залазить в этот инструмент. Очень высокая волатильность и высокая вероятность развития нисходящего тренда. Может быть, коррекционная динамика началась уже в конце прошлой недели. По другим финансовым инструментам евро против доллара 1,0650, цель 1,06 и ниже. Итоги заседания ИЦБ мы разбирали в конце прошлой недели. Ставку оставили на прежнем уровне и намекнули на то, что она может быть снижена, точнее, она точно будет снижена в июне. Раньше, чем это сделает Федрезерв. На этой неделе выйдут данные по инфляции за март. Это еще одна оценка того, что было с этим показателем. Ожидается инфляция на уровне 2,4%. Если будут сюрпризы, например, снижение годового показателя инфляции, то, соответственно, у нас будет еще один повод, чтобы дальше шратить главный валютный риск. По британцу 1,2457 ждем отметку 1,22. И все релизы, которые будут на этой неделе, по прогнозам, скорее всего, разочаруют трейдеров. Нам нужно, чтобы было как можно больше слабой британской статистики, потому что это подтолкнет Банк Англии тоже к более активному решению по снижению ставки. Доллар Канаде с 1,3759, цель 1,38-1,3850. Завтра выйдут данные по инфляции в Канаде. Тиф Маклем, который является руководителем Банка Канады, уже дал понять, что ставка будет снижена в июне, скорее всего. Если инфляция покажет новые минимумы, будет еще один повод для того, чтобы верить тому, что сказал Маклем. И что касается рынка нефти, 90,22. Здесь, друзья, я решил все-таки проявить активность и открыл шартовую сделку, короткую позицию. Как раз в расчете на то, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке не последовала, и завтра выйдет куча китайской статистики, ожидания очень слабые. Промышленное производство покажет рост всего лишь на 5,4%. Это мало для китайской экономики. С прошлого значения 7%, а ВВП замедлится с 5,2% до 5%. Добавим сюда еще рост запасов нефти в США и укрепление курса американского доллара. Поэтому буду постепенно набирать короткую позицию с целями возвращения активов в район 85-86 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!